Хитяру хочешь написать? Однозначной формулы создания хита не существует. Но у меня есть парочка идей, реализовав которые, есть вероятность, что ты его всё-таки напишешь. Здарова, мазафакеры, меня зовут Дариан. Вау, что может быть лучше, чем Бенгер, на раскрутку которого уходит минимальный бюджет, а люди сами носятся с твоим треком и слушают его из каждого утюга? Тут тебе и известность, и концерты, и армия школьников с колонками, из которых валит твоё дерьмо. Кстати, о том, как хайпануть и словить чутка популярность, я рассказывал вот в этом видосе, братик. А сегодня мы с вами поговорим о том, как написать хитовый трек. И хочу сказать, что моё мнение вряд ли будет совпадать с остальными авторами подобных видео на ютубе, потому что они значительно старше меня, и каждый из них утверждает, что они написали ни один хитовый трек прямо-таки ни одному знаменитому исполнителю. Их слова, как вы уже догадались, подкреплены ничем. Я не собираюсь отдавать их примеру, и тем более как-либо опираться на их слова. Я лишь изложу в этом видео свою точку зрения по данному вопросу. Что делает трек хитовым? Правильно, припев. О нём сегодня и пойдёт речь, но не забывайте, что сам куплет должен подводить к припеву очень аккуратно и элегантно, готовя слушателя к аудиооргазму. Я вижу как минимум несколько вещей, которые помогут сделать наш припев хитовым. При этом, в зависимости от того, насколько ты грамотно будешь соблюдать эти пункты, зависит успех твоего трека. И, конечно, первое, бит должен быть цепляющим. И тут я сразу же вспоминаю паблики с однотипными бесплатными битами, которые мало чем отличаются друг от друга, так ещё и хреново звучат. А нужно искать качественный бит, который ничем не режет уши и сам по себе хорош. Я уж не знаю, в каком году ты смотришь этот видос, но у нас сейчас на часах... 2021 век, а значит у нас в моде... Пердящий как твоё очко бас Соответственно, в лучших традициях трендов для написания нашего хита нам годится как раз-таки такой биток. Возможно, с каким-нибудь цепляющим звучком. Я знаю, что этот видос также смотрят и опытные саундмейкеры, поэтому да, я говорю сейчас про перкуссию. Так вот, к примеру, только к примеру, пердящий бас и цепляющий звучок, конечно. Всё звучит максимально гармонично при этом. И даже текст здесь будет лишним. Или нет? А нет, потому что следующим пунктом у нас как раз-таки идёт текст. Второе, не слишком простой и не слишком сложный текст. Где вы видели бэнгеры, в которых используются слова и словосочетания по типу «И я тебя люблю»? Да везде, конечно. Но это было раньше. Этот метод уже устарел. Используйте что-то не настолько простое. Слова должны быть приятными и несколько привычными для ушей. Например, я знаю много хитовых треков, в припевах которых используется слово «мама» или различные цвета, или, например, цифры. Я уверен, если вы сейчас посидите и подумаете, вы вспомните тоже парочку таких песен. Я думаю, это происходит из-за особой работы сознания, ведь слова, которые мы слышали на протяжении всей жизни, при этом не очень часто, а очень хорошо резонируют с нашим как раз-таки сознанием. При упоминании этих слов у нас выстраивается некая картина и, возможно, даже какой-то эмоциональный фон. Так можно, к примеру, взять слово «мама». У многих людей это слово вызывает достаточно тёплые эмоции. Из-за этого такие слова часто помогают расположить слушателя к песне, ведь они уж точно не вызывают каких-то плохих эмоций. Ну, во всяком случае, чаще всего. Но даже плохие эмоции – это всё равно лучше, чем если бы человек ничего не почувствовал после прослушивания вашего трека. Однако, следует понимать, что текст также не должен быть слишком сложным. Ты воскликнешь, ну есть же Оксимирон! Ну, во-первых, есть он или нет – это сейчас под большим вопросом. Ведь новых треков от него давным-давно не было. Но даже если бы они и были, я бы всё равно тебе сказал, что есть более успешные исполнители с более хитовыми треками и намного более простыми текстами. Почему? Да потому что людей, способных понять сложный текст и пропустить его через себя, сделать какие-то выводы, не так много. Это, понятное дело, люди 20-25 лет и старше, они заняты своей уже достаточно взрослой жизнью, они работают, и они намного реже, чем школьники, слушают музыку. А вот пиздецки пинают мужские половые органы и слушают просто тонны музыки. И, конечно, маленький мозг маленького школьника не способен понять даже словосочетание «пубертатная экстраполяция». О чём речь? Я, кстати, сам не понял, потому что только что это придумал. А значит, делай свои текста проще. Но не делай их слишком простыми. У них должна быть своя история, ну или хотя бы какая-то эмоция. Третье. Помимо бита и текста, также важен мотив. Важна мелодичность мазафака. Твой трек должен звучать мелодично. Будь то рэп, или песня, или рэп-песня. Можешь хитрить и брать старые, давно забытые мотивы хитовых треков прошлых лет. Люди уже напевали их когда-то. Возможно, это другие люди, более старшее поколение, а возможно, это и те люди, которые будут слушать и твою музыку, потому что они в детстве слышали уже что-то подобное. Вот так твой новый слушатель и подсядет на твой новый бэнгер со спиженным мотивом. Будет сидеть и слушать часами твой новенький трек и вспоминать, где же он уже это слышал. Многие так делают. Чем ты хуже? Ну, круто, конечно, если ты придумаешь что-то сам. Респект таким пацанам и самочкам. А, кстати, важно, это не какой-то гайд по написанию бэнгера. Это лишь несколько пунктов, которые помогут вам достигнуть цели. Написать хит, хитяру, хиточек. Кстати, братишка, если ты подпишешься на этот канал и нажмешь колокольчик, то есть вероятность, что ты не пропустишь новое видео, которое поможет улучшить твое творчество. Я надеюсь. Но если вы уж решили написать хитовый трек, то это следует делать очень аккуратно. Особенно, если вы уже являетесь автором одного хита и пытаетесь повторить свой прошлый опыт по старой схеме, написав новый бэнгер, но в погоне за этим люди очень быстро уходят от своего стиля и превращаются в нечто бесформенное, поэтому аккуратней с этим. И, конечно, переписывайте трек по многу раз, исправляйте все косяки и собирайте пазл в кучу. Все, что делает трек не до конца особенным, должно быть устранено либо переделано раз и навсегда. Прежде всего, ты свой первый слушатель. Так не выпускай свой трек, пока ты его не доделаешь. Он должен цеплять в каждом моменте. Если сомневаешься, значит, он не готов. Переделай и выпусти. Больше профит получишь. Будьте креативными и оставайтесь профессионалами своего дела. До встречи!